Жители Волосовского района отметили 71-ю годовщину освобождения Ленинграда и города Волосово от немецких захватчиков. На торжественном митинге, посвященном этой важной дате, вспомнили участников страшного военного времени и почтили память погибших на братском захоронении. Я думаю, что весь советский народ, вся Россия помнит и всегда будет помнить те 900 блокадных дней в городе Ленинграде холод, голод, постоянные артиллерийские обстрелы и 250 граммов хлеба для рабочих и 125 для детей и стариков. Я думаю, что мы пронесем эту память в наших сердцах навсегда. Я всех вас поздравляю с этим прекрасным днем. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и мирного неба над нашей землей. На торжественный митинг пригласили настоятеля Волосовского храма отца Андрея, который провел панихиду по погибшим жителям и воинам блокадного Ленинграда. А глава Волосовского района Виктор Савенков засчитал присутствующим поздравления губернатора Александра Дрозденко, которым тоже подчеркнута важность этого исторического дня. Проходят годы, десятилетия, но в память о народном подвиге продолжает жить в сердцах новых и новых поколений. Более того, становится еще более живой, зримой во всей России, на нашей опаленной войной ленинградской земле. Среди почетных гостей жительница блокадного Ленинграда уроженка города Волосово Кронова Валентина Васильевна. Женщина пережила все тяготы и лишения блокады, смерть близких, переправа через Ладугу и жизнь на Ивановской земле в детском доме. Но несмотря на тяжелую судьбу, Валентина Васильевна вернулась в родные и дорогие сердцу края. Потом меня нашел отец, привез обратно свою родину Волосова. Так вот я в Волосове живу. После митинга гости собрались в досуговом центре «Родник» на праздничном концерте, чтобы еще раз почтить память и поблагодарить тех, кто не пожалел жизни, отстаивая свою родину. Дети блокады, дети блокады, дети войны. Тронуть снаряды, тронуть снаряды, вас не должны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова